друзья всем привет меня зовут максим журавлев на календаре сегодня уже 2 апреля продолжаем свою работу эти обзоры которые я делаю в последние пару дней они по сути дела сделаны в домашнем режиме с мобильного устройства поэтому прошу прощения возможно за качество звука может быть не так может быть все так качественно как обычно но тем не менее суть от этого не меняется давайте посмотрим что у нас важного произошло за последние сутки и эта информация безусловно влияет на рынок нефти и курс рубля итак начнем с того что дональд трамп собирает представители своей нефтяной промышленности в себя в кабинете в белом доме он планирует это делать сегодня завтра послезавтра если надо все выходные будет встречаться речь самое главное о том как поддержать свою нефтяную отрасль понятно мы знаем что у них 40 долларов за баррель по крайней мере официально заявляется это так называемая красная цена ниже которой сланцевики в американская сланцевая нефть будет терпеть серьезные убытки и многие из них просто напросто прекратят существование все это дело происходит на фоне конфликта уже между саудовской аравии россии на нефтяном рынке мы сами знаем эту историю не будем сейчас не вдаваться в подробности скажем лишь одно что трамп вот заявляет о том что с саудовской аравии извиняюсь и россия в ближайшее время должны таки заключить сделку с целью стабилизации ситуации на нефтяном рынке кстати говоря по этому поводу уже много сказано и на самом деле вот сейчас смотреть на эту ситуацию и даже с точки зрения такого простого обывателя и по российской нефти и по саудовской нефти да и вообще по рынку то в принципе вот эта ситуация которой мы сегодня с вами оказались вот 2 апреля она конечно уже ну просто напросто другого не должно быть должно должно быть какой-то договоренность должны какие-то быть совершаться действия потому что иначе совсем нефть будет просто продолжать валиться и уже многие нефтяные компании крупные которые в том числе отчасти были заинтересованы но в каких-то может быть провокациях либо в ультиматумах мы намекаем на российскую сторону потому что мне кажется именно россия тоже димарство осуществила выйдя из-за сделки опек плюс так вот сейчас уже все начинают понимать что может быть даже немножко перестарались вот мы сейчас чуть попозже поговорим по поводу нефтяной нашей российской нефти нефтяной отрасли значит далее саудовская аравия обвиняет россию то сейчас когда уже осуществляется такой знаете некий разбор полетов на пытается как-то примирить вот эти стороны я имею ввиду примирить конкретно саудовскую аравию и россию так вот сама саудовская аравия говорит о том что в принципе это россия сама начала всю эту войну а мы кстати говоря знаем о том что когда новак помните когда было совещание по поводу обсуждения в опек плюс технический комитет собирался в вене они решали о том будут сокращать еще больше саудовская аравия она настаивала на еще более серьезном сокращении добычи нефти зная проблему в мире зная о том что спрос будет падать но мы с вами знаем что россия пошла в оппозицию она вышла из этого соглашения новак досрочно покинул то совещание по моему там даже кто-то говорил что он поговорил предварительно по телефону там кто-то ему в труппу чего-то наговорил он потом демонстративно встал и ушел но естественно саудовская аравия как главный представитель опек и по сути один из таких главных руб верховодов да вот скан так на нефтовом рынке он и собственно пошел на такое решение на такое действие как увеличивать добычу вот но и что с вами видим сегодня вот буквально по вчерашнему дню торговому по первому апреля саудовская аравия представила на рынок уже предложила ну сказать дело предложения уже в размере 12 миллионов баррелей для рынка но естественно сложившаяся история 12 миллионов баррелей это ну просто-напросто уже не шутки да это уже скажем так какое-то принципиальное действие со стороны саудовской аравии тем более как уже есть информация что буквально через пару недель уже даже в европе заканчиваются хранилища и меда куда от транспортировать нефть она не потребляется то есть та нефть которая сейчас продается на рынок он выставляется она даже если кто ее покупает но ее покупать не для того чтобы тут же расходовать а что просто и складировать так мы просто подходим такой знаете красной черте что даже уже и складировать и некуда будет и кстати кто-то из комментариев на оставлял комментарии под моим видео говорил о том что не проще ли нефть вообще под землей оставить но понятно дело это на мой взгляд сейчас самое разумное решение но вот посмотрим что и зато выйдет давайте дальше посмотрим по поводу россии вот россия кстати говоря решила не увеличивать добычу вот мы только с вами сказали что саудиты нарастили как они обещали россия тоже кстати говоря говоря ну заявлял о том что мы будем добывать там 200-300 миллион тысяч баррелей в день увеличивать в какой-то момент мы до 500 тысяч баррелей в день будем увеличивать об этом заявлял новак какое-то время назад он говорил о том что российские нефтяные компании будут добывать ровно столько сколько они сами посчитает нужным естественно намек скорее всего шоу на рост нефть который главное было за те зачинщица всего этого да и вообще мне кажется непосредственно рост нефть все это дело и затеяла имеют у с нашей стороны но и сегодня мы с вами видим о том что россия все-таки не увеличивает добычу нефти естественно объясняется официальные источники сми энерго говорят что мы не можем увеличивать потому что избыток на нее предложение нефти на рынке да но это и по моему по уже даже любой человек любой скептик любой обыватель уже и так это понимает даже люди которые далеки от этой ситуации нефти это уже знает об этом об этой ситуации на рынке нефти поэтому я считаю что вот это вот может быть даже уже была и ошибка если честно от коллеги друзья вот я когда читаю вот эти все материалы вот прямо скажем мне немножко даже становится стыдно за нашу отрасль минэнерго но если это так то неужели они не могли это просчитать ну не знаю по крайней мере у меня пока только такие мысли приходят в голову то есть такое знаете впечатление что они хотели скажем так взять на слабо может быть саудовскую аравию но не получилось саудовская аравия сказала будет увеличивать до 12 миллионов баррелей она это сделала об этом заявляет официальные источники сами говорят о том что да они эту нефть поставляют а россия тем не менее не нарастила вот и все по сути вот мы сейчас видим то что мы имеем другого тут чудо добавить даже не знаю ладно теперь по поводу финансов наших значит на конец марта вот уже который месяц закончился у нас отток нерезидентов был достаточно серьезный то есть если мы на начало марта имели нерезидентов в офз 34,9 процентов а на конец марта эта сумма составляет уже ну точнее доля составляет тридцать один и два процента но понятно резиденты не точнее не резиденты это по сути те иностранные инвесторы которые держат долговые бумаги наши те которые выставляет минфин с 1 аукционов с какой-то определенной периодичностью сейчас кстати он эти аукционы пока прекратил на время объясняя это высокой волатильностью на рынках но причина но в общем-то естественно но и очень и что интересно что отток капитала в марте текущего года в совокупно составе ну плюс минус там цифра приводится 284 миллиарда долларов а в июне 2018 года это тот период когда штаты наложили санкции на русал помните вот этот всплеск был в апреле он был но имеет ступар долл рубль но потом в последующем отток был серьезный в августе продолжил старая линия старая волна оттоком так вот в тот период 141 миллиард то есть мы сами видим что практически чуть ли нам почти в два раза а то капитала у нас за март был обеспечен поэтому вот такая история поэтому кризис он уже ну скажем так вполне себе проявляется естественно ликвидность на российском рынке упала но и что тут добавить посмотрим как это будет развиваться в любом случае все это не на пользу российской экономики российскому рынку и соответственно российской валюте теперь уже давайте коротко по графикам поговорим вот сейчас пока я записываю этот обзор московское время 11 утра и 4 минуты нефть у нас марки brent торгуется в районе 27-15 27 долларов вот здесь естественно есть фундаментальное объяснение но во-первых возвращаясь к мысли о том что вот эти значения барреля нефти в районе 21 доллар за баррель плюс-минус да еще чуть-чуть и 20 долларов это серьезный психологический минимум и даже вот если мы возьмем вот эту ситуацию с провод с саудовской аравией напротив и россии вот эта война естественно даже для саудитов как бы они не отстаивали свои бизнес интересы даже для 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 саудитов эта ситуация тоже не очень-то скажем так приятно хотя у них конечно себестоимость на порядок ниже чем в россии это объективно мы об этом кстати говорили уже несколько обзоров назад у них добыча нефти она в принципе менее затратно чем например у нас в северных широтах но так или иначе так или иначе все равно мы сюда давайте не будем забивать забывать что одно дело добывать нефть а другое дело ее и транспортировать дело в том что вот зафрахтованные запасы нефти сейчас то есть если по-русски сказать те которые сейчас закачаны в танкеры нефтетанкеры они же ведь тоже сейчас нефтетанкеры увеличили там порядка до 200 тысяч долларов в день аренда танкера естественно сама по себе транспортировка нефти сегодня она намного стала дороже поэтому но вот даже была был материал кстати кто увидит материал имейте ввиду вот где увидите заголовки что российская нефть стала продаваться по отрицательным ценам имеется ввиду марки urals она не по факту в отрицательной продается дело в том что себестоимость вот этой вот доставки нефти то есть добыча плюс добавляем сюда транспортировка она действительно становится убыточным и во вчерашнем обзоре про это говорили когда упоминали по поводу транспортировки из нижневартовска до конечного покупателя то есть вот эта ситуация она отражается в том числе и на саудовскую аравию может быть не в таких значениях может быть они не за отрицательные значения продают нефть но конечно же рентабельность она тоже будет падать и не забывайте что саудовская аравия там главный нефтяник это сауди арамка это крупнейшая нефтяная компания саудовской аравии она вышла на публичную спло на публичную площадку да то есть я уже заговорюсь извинять то есть она сейчас публичная компания и в нее очень много инвесторов вложилась поэтому те же инвесторы они тоже естественно долго терпеть не будут такую историю понятно что доходность компании падает рентабельность падает но и разумеется инвестиционное вложение вот крупных инвесторов которые купили бумаги на ipo они тоже не будут особо то рады когда увидят финансовый отчетный за вот этот текущий период поэтому исходя из этих соображений я считаю что нефть сейчас она скажем так мы должны увидеть какой-то локальный отскок отскок этот может быть в район 35 долларов за баррель плюс минус что касается пары доллар рубль здесь у нас ситуация следующая дело в том что до доллар рубль безусловно зависит от курса нефти это понятно но и здесь не надо забывать все таки и внешние экономические риски которые связаны вот с той ситуация с распространением вот этой вот заразы в мире и кстати сейчас сша очень сильно страдает она уже по сути номер один в мире по поводу вот этой проблематике так вот вся мировая экономика но разумеется наша отечная она сейчас очень несет большие убытки потери и эти потери еще только будут подбиваться подсчитываться еще мы с вами увидим возможно какое-то знаете дно падения ввп и ну и тому подобное а у кудринбук вообще сказал что минус 8 процентов будет у нас росэкономики так вот все эти совокупные факторы естественно на стороне доллара если мы говорим пару доллар рубль то есть здесь говорить об укреплении российского рубля пока что не приходится локально конечно могут быть коррекции сегодня мы с вами немножечко открылись укреплением рубля но это громко сказано но это укрепление но у нас остановилась в районе 70 в районе 77 так 76 и 9 да вот может быть 77 и 0 это вот такой вот локальная поддержка поэтому здесь в какой-то какой-то промежуток времени мы сами будем стоять во флете но здесь пока что я сохраняю сохраняя свою скан так ну предположение да вот это видение по поводу того что руду рубль дальше будет слабнуть и его горизонт ослабления будет в районе 85-86 рублей за американский доллар коллеги на этом все спасибо за внимание извиняюсь еще раз за качество увидимся в следующих обзорах до встречи в эфире пока